21 мая 2020 года тепло 25 градусов в тени а солнце гораздо больше речка тренд которая проходит через город бёртона танец все на улице гуляют загорают типа пандемии сейчас ну понятно это пандемия конечно ну что делать так говорится закон есть закон по два человека на скамейке то по одному огромный заросли до ежевики это просто ужас для англии ты просто ужас она здесь растет отовсюду и крапива ну крапива бокс не а вот ежевика ужасно ой птичка какая сидит но плетела ну чтобы ловить пока на речке нельзя здесь действует ограничение с 15 марта по 15 июня нельзя ловить три месяца конечно это очень много в это правило вели лет 150 назад уже последние 50 лет стараются спорить никак не получается мальки там ну пока не получается хотя на каналах и озерах можно ловить круглый год но может быть там на отдельных озерах есть какие-то ограничения на небольшие это говорит о том что они так когда-то жарко спорили в основном это были из оксфорда и кембриджа по поводу ведения этих ограничительных мер на этой местной реке что забыли про каналы и озера ну и вот уже буквально 150 лет ничего не меняется хотя 60 лет назад 70 может быть я даже не знаю точно где-то 50-е года прошлого века здесь практически все было отравлено рыбы в общем-то не на него не родилось даже темза была признана мертвой рекой парламентом англии но потом закрыли производство потому что если раньше лет сто назад это был китай практически сегодняшний в англии здесь везде все производили все делали для всей европы для всего мира сейчас конечно света ослабло вернее мало что делают основном конечно в китае все производят завозить стали рыбы завозить птиц завозить белок ну завезли канадских белок или американских но это неважно они серые но они вытравили всех европейских рыжих белок забили практически привезли раков не сигнальные раки как бы у них там красные на клещах на клешнях красные красные клешни как-то так они что интересно тоже вытравили европейских раков которых вообще практически не осталось здесь самое интересное что многие люди стараются их ловить и есть хотя нужно не забывать что сигнальный рак может жить даже канализации ему не обязательно чистая вода ну так же тут утки привозные а может нет на цесарке которые на гусей цезарка точно канадский хотя сейчас скрещиваются с гусями каким-то домашним заблудшим ладненько пока речка ничего скоро же балка начнется ну что было до этого вообще запрещена любая рыбалка только в прошлую среду вроде бы борис борис аж борис сказал что можно и в гольф играть на рыбалку ходить ну для них рыбалка тоже не то что для нас мы всегда балка для нас 8 другой мы любим одни быть на природе максимум двоем с другом также выпить немножко там ну и запустить мне здесь другое везде по-другому так хорошо мы говорим про рыбалку да так вот если ваш человек всегда любит один на рыбалке посидеть на природе как максимум с другом кучи общаться с природой так сказать отдохнуть накатить закусить здесь другие какие-то логика другая собирается на 20 устраивает соревнования кто больше на ловит типа ловит 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 потом а до этого наверно скидываются участие как бы не знаю поскольку просто не участвовал ни разу но много раз видел скидываются деньги с каждого потом кто выигрышный это вручает ему приз то есть там первое место второе кто там больше кильки натаскал но хотя здесь килька бывает очень хорошая галаваль и щука и угорь и лещ вот да и в каналах неплохая тоже рыба я вначале думал что в каналах почти ничего нет а каждом лещ и щука и угорь как бы по многим правилам нельзя ее брать конечно некоторые не соблюдает но я не скажу что только наши люди и англичане тоже любят взять рыбу если она хорошая если приглянулось но это как говорится все инкогнито вот а так здесь места хорошие здесь очень трудно выделиться особенно когда это практически она по городу проходит там чуть в сторону уже центр города будет то ну с другой стороны во многих городах и такого нету даже она хорошо что вся в бетонне залитые берега уже прекрасно тут правда строят против наводнений что-то что наводнений здесь часто вот это все ранее весной поляны под водой стоят что вода поднимается ну на метр 3-4 как минимум ну так они все строят там написана была табличка что 30 миллионов выделено фунтов до 3 года то что строят я как-то даже своим глупым инженером образованиям могу понять дорожки пока не делают асфальтируют но не поднимают какие-то ограждения вот старая водонапорная башня здесь еще лет 300 назад довольно таки развито производство было на специально был прокопан каналов и там все перегружались товары производства все каналы конечно здесь интересно они соединяются со всеми городами со всеми местностями можно добраться за одной с любой точкой другую они еще были построены лет 300 назад до железный дорог строились конечно рабами которые здесь нещадно эксплуатировали привозили в Англию но потом когда их стало уже дофига Англия решила запретить рабство ну все логично она всегда все начинает запрещать то что ей невыгодно и типа борется за свободу только какая свобода тут непонятно непонятно но это в другой раз щука дохлая здоровая что ты все это съела не то о большой карп плавает ух ты там если кто видит хороший карп дальше пошел к берегу ух ты прелесть какая не знаю получится у меня увидеть кто то а о прелесть вот это прелесть ух карпик о карп прелесть супер карп супер на мелководье вода прогрелась уже они они вырестили уже не вырестились наверное ну и щука здесь тоже идет другой щука возьмет схватит карпа который больше нее подавится и также может сдохнуть ну жизнь и жизнь вот такие вот детская площадка на которой пока все закрыты люди типа строят типа 30 миллионов отрабатывают может быть что то лучше будет не знаю посмотрим хотя здесь тоже коррупция сильна и профукают миллионы но не всегда могут людей собрать налоги всегда все компенсируют потому что людей здесь навалом разных и в общем то все стараются заработать несмотря ни на что незаром наполеон говорил об англичанах что-то нациолавочников да но отсюда мы наверно уже не увидим ладно карп он утку жрет утка была я что-то не понял еще а вон он плывет чемодан там их двое они на нерест идут сейчас попробую с моста снять ух ты ну не знаю пока бежал на мостик зайти когда-то не делись там два карта были они просто спариваются наверное сейчас а вот эти канадские цесарки которые тоже были заведены в Орлю которые на город высадились ну вот эта речка тренд отходит немножко как бы остров здесь там старый мост еще в конце средних веков построен в начале я не помню точно а там было какое-то сражение еще гражданской войны когда Кромбель с Карлем V ой первым он потом их победил единственному королю в Англии которым отрубили голову но через время народ запомнился Кромбеля вытащили из могилы в Эцмирском батстве повесили и куда-то выкинули останки хотя табличка там так-то осталась но это конечно право а вот здесь рукотворный канал который был прокопом и вот здесь как раз заходят и карпы и здоровые которые даже глубина здесь небольшая полметра может быть вот они даже плавники торчат они не могут поместиться по уровню воды ну вот такое хорошее место здесь рыбу ловят часто люди мусорят к сожалению не всякая мусор оставляют это плохо это ужасно плохо но я вообще беру всегда с собой большой кулек сегодня тоже сделал но настроения еще нету тащить его а так на рыбалку ходят с кульком везде все-таки мусор везде не важно какой-то человек национальности мне кажется какого воспитали в детстве бросать бумажки в мусорник или куда попало с этого все начинается ну ладно вот природа хорошая природа хорошая тополиный пух или не по тополиный не знаю но пуха много но тепло очень тепло спасибо за внимание карпы о три три штуки карпа вот у меня сейчас нерест наверное вон еще четвертый здоровые какие а чемоданы просто просто чемоданы не знаю получится близко не увидите меня скроется но хотя они когда у них сейчас нересты пофиг это все не помещаются здесь глубина то маленькая вот обалдеть ну он плавает там еще по двое по трое ну да нерест 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 вот а ловить нельзя сейчас да побаешь такую штуку неизвестно как вытянуть ее вот ну сколько их штук пять шесть хороших таких да мечта здесь кстати какой-то парень в газете даже несколько лет назад поймал карпа килограммов на 60 наверное не знаю да прелесть вот такой вот у них игры да вот сверху снимать надо было камеру взять которая под водой снимает было бы интересно сейчас не такие даже не так пугливы что живет вместо мало просто место на мечет икру кроме ух как они тут все ходят ходу ну ходу ну не один за несколько самку нашли и сейчас самцов не ужас ну ладно с этим можно смотреть бесконечно но просто не очень хороший ракурс вон они плавают о чемоданы плавучие чемоданы блин не знаю будет видно что-то на видео но это же просто ужас кошмар какие кошмар огромные огромные карты о просто офигеть просто офигеть даже я иду и они не очень боятся меня интересно интересно видно там о них ходят ходу ну тут стадо их цены стадо хорошие карпики хорошие но жесток релесть жесток он подходит от самого берега ко мне подходит я стою тут метров двух но крелесть обалдеть мечта рыболова мечта рыболова мечта поймать такого нет ремонтируют дороги трагедия пабы не работают некуда сходить просто ужасно обменный пункт тоже не работает поменять деньги если куда летишь а куда сейчас лететь а никто никуда сейчас не летит все дома но деньги снимают так тоска 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 паб дайзер спор хорошая кстати сеть табах но закрыта все старые еще новости в принципе здесь нормально по сравнению с остальными здесь были у меня нормально а этот работает тоже да я помню даже он 1 1 января работал с утра что странно да у всех пух хе-хе-хе-хе ладненько это хорошенький паб дорогой хороший тоже закрыто все закрыто тоска в общем только в магазине можно взять сидеть либо на речке либо в гардене себя либо тупо дома но сейчас тепло лучше в гардене большой конечно плюс в старых домах все таки есть гарден в новых домах уже нету пусть там как-то хитро поделены в другой раз там 2 на 3 метра уже не то нет тепло 2 3 3 5 и Продолжение следует...